Доброе утро, дорогие друзья! Среда, 13 число. Будем надеяться, что ночь счастливая окажется. Погода у нас, ну я как обычно начинаю с погоды. Погода у нас бяка. На улице не холодно, плюс 5, но всю ночь капал такой мерзкий-мерзкий дождик. И дождем ты не назовешь, но слякотно, сыро, в общем неуютно. Добавляем куриные пончики. Фарш куриный, полкило. Он у меня в холодильнике из грудки. Сделала полкило фарша. Сюда мне надо вбить одно яйцо, посолить, поперчить, перемешать. Добавить зелень, у меня тут уже порезанный укроп, зеленый лук и чесночок. Можно зеленый лук заменить обычным репчатым луком, но я уже говорила, я не люблю в курином фарсе лук. Или надо его помельче, потому что курица нежная, а лук он такой жестковатый. Поэтому мне лучше зеленый лучок добавлять или чеснок. Так, все это я перемешиваю хорошо. Здесь вот будет один маленький нюанс. Я сейчас сделаю их. Их надо будет поставить, вот эти вот пончики, в морозилку на минут 5. Я еще купила плавленый сыр. Сырочки плавленые. Вот, да. Вы-то, наверное, уже догадались, что это будет внутри. Так, тщательно перемешиваю. Вот так. Слушала вчера по телевизору, что хотят вернуть опять ларьки и киоски. Я не знаю, в каком виде их хотят вернуть. В таком виде, какие они у нас были, ушатанные, грязные, облезлые, и после них всегда грязи было немерено, не хочется. Но с другой стороны, они очень удобные были. В каком плане? Там действительно торговали своим, не перекупщики, а действительно торговали вот бабульки. А я против. Ну да, оно гряло, но не эстетично. Ну может быть какие-то, может быть визм, может какие-то автолавки. Получается, за что боролись? Ну в принципе да. Нет, я тоже против, чтобы их выставляли как стационарные. Нет. Я даже не знаю, как к этому относиться. Но вот такая вот идея прозвучала. Думаю, нафига их сносили там. Лучше бы их заставили привести в Божий вид и все. Так, теперь я беру фарш. Не знаю, руки, наверное, было надо смочить. Здесь у меня сухари и яйцо. Кладу сухари и яйцо. Кладу, наверное, по два. И пытаюсь залепить пончик сделать. Вот так. Что мучится? Сверху можно ложечку положить, да и все. Да, да. Потом я вот этот вот пончик обваляю. Ну сначала ж вот в яйце. Это все, конечно, выглядит не очень эстетично. Это здорово и практично. И в сухарях укладываю вот на тарелочку и отправлю на некоторое время. Это большой какой-то получился. Надо все-таки, наверное, с одним делать. Так, и пока они будут в морозилке, так сказать, отдыхать. Загустевать. Да, загустевать. Я разогрею жир, растительное масло. И обжарю их. Их. Да. Потом выложу, естественно, на салфеточку. Тут опять идут споры. Фритюрный, вот жарить во фритюрном жире, это как? Вредно или полезно? Или не то, что полезно, а не вредно. Допустимо. И вот борются, никак не могут определиться. Я помню, как у нас тоже за аспирин такая же была. Извините за рожение фигня. Пили, пили, потом вдруг он оказался вредный. Теперь его опять надо пить. Ну, анальгин же тоже запрещали. Вот все так. Так, ну еще один сделаю и отправляю. Ну вот, я их вытащила, сейчас чуть-чуть их подправлю. Масло у меня нагрелось, пойду пробовать, что из этого получается. Такие вот кругленькие делаю, круглешочками. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребята, две минуты ваш портрет. Очень быстро, на вкус не знаю. Ребята оценят. Сейчас Леша первый будет сегодня. У нас немножко поменялась на сегодняшний день концепция. Ждем Алексея, он будет пробовать. Саша будет снимать. Все, в общем, будет рассказывать. Леша, Саша будет за кадром, так сказать. Говорить, но за кадром. Я, как обычно, желаю вам хорошего настроения, бодрого состояния души, хороших друзей, приятного аппетита и удачного-удачного дня. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Во, выучила. Всем доброе утро. Как немного времени прошло у нас со вчерашнего с вами свидания. Сегодня я топ-менеджер всей фирмы. Сейчас посмотрим, что они здесь наваяли. Горячая сыром не бывает. Вот так вот. Наверное, потому что оно в масле жарилось. О, это как раз для диетки. Ну что, оно вам все переварить. Оно все куриное. Оно такое, ребята, сочное. Там такое все. Сейчас все это дело развязаем, чтобы оно остыло. Потому что завтрак у нас быстро, скоро работа. Поэтому надо все это дело почекать на части. Иначе оно будет оставать долго, а надо торопиться. Ну и заодно пробуем. Ну, видите, ну вот оно все. А это макать надо? Да, по соусу. Ребята, тут хитрый процесс. Я что-то пропустил. Меня дезинформировали по поводу питания. Ай, какой запах. Горячая. Это очень вкусно, но очень герячо. А вот этот соус, он сырно-горчичный какой-то, да? Горчичный соус. Горчичный соус. Ребята, это такая вкуснятина. Это просто вкуснятина. А это мясо, это просто супер мясо. А это вот сыр? Да, он такой, он тоже такой, вот вкусный сыр. Ну, и сыр вкусный. Короче, это не быстрый завтрак. Ребята, эту еду нельзя есть быстро. Это надо есть чувством, с мерой, с расстановкой. Лучше это был бы ужин. Медленно ужин, вот так это надо называть. После тяжелого трудового рабочего дня вы приходите, садитесь с ней в ша, макаете, нанизываете, размазываете. Ну, в общем, вот так все это должно происходить. Так, ну и что? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я сейчас бы с ней коммахну еще. Очень вкусно хочется кушать. Вот. Ну и не забывайте там во всех прелестях современной жизни. Скоро там будет у нас у Сани поездка. Так что тоже не забывайте. Ну и, я уже сказал, да, подписывайтесь на канал. Давайте по кругу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok